Всем привет, друзья! Сегодня у меня особенный шлем, защита в котором выше 100% это Twins HGL100. Поехали! FUA. Тот самый магазин для спорта. Поистине это уникальная форма шлема. Она в себе сочетает форму шлема Full Face и бампера одновременно. К примеру, в шлемах Full Face была защита лба, висков, скул и подбородка. Но нос оставался открытым. И для тех людей, которые переживали пропустить удар в свой нос или сломать его, этот шлем не подходил. В свою очередь в бамперных шлемах шла конструкция каркаса, которая защищала лоб, виски, скулы и, самое главное, нос. Но подбородок оставался открытым. Но что же сделали Twins? Конструкция этого шлема состоит из каркаса, который является основой всех бамперных шлемов. То есть уже есть защита носа. Но также они пришили к пустому месту под бампером мягкую подушку для подбородка. И в итоге на свет появился такой шлем. Если я не ошибаюсь, то именно Twins поэкспериментировали и сделали впервые такую форму. Но я уже видел пакистанские копии такого шлема. Я в принципе не удивлен, потому что Пакистан копирует все иногда даже лучше, чем сам оригинал. Например, как перчатки Venom Challenger. Обзор можете посмотреть здесь. Сидит шлем на голове суперский и ощущает себя в полной замкнутости и полной безопасности. Сразу скажу, что шлем не из легких и к нему нужно будет привыкнуть. В принципе, как и ко всем шлемам. Что мне понравилось, так то, что нижняя душка идет ниже носа, чем в обычных бамперах. Но при всем при этом нос все равно защищен и до него перчатка не достает. По обзору из шлема, то здесь все точно так же, как в бампере. Нижняя душка перекрывает обзор снизу. Каркас бампера сделан из пластика. Он пружинит, хорошо держит свою форму и не сильно утяжеляет сам шлем. Ведь на свете есть бампера с металлическими каркасами, например, как в Everlast. Внешний материал сделан из натуральной кожи, неприятного запаха она не имеет. Подкладка также сделана из кожи, но хочу отметить, что здесь не просто гладкая кожа, а по ощущениям она матовая и цепкая, что не даст скользить на голове. Вот только отзывы об этом шлеме говорят, что в нем очень жарко и лицо сильно потеет. И лучше бы здесь стояла замша. И, кстати, в пакистанской копии этого шлема стоит именно замша. Также не могу не сказать за качество выполненной работы этого шлема. Делается этот шлем вручную в Таиланде местными мастерами. И тайцы в этом плане молодцы. Прям как мексиканцы. Строчки ровные, ничего нигде не торчит. А грубые швы мне напомнили швы, как в шлемах Cleta Race. Наполнитель здесь сделан из пены. Она получилась средней жесткости. Толщина защиты внушительная и этого хватит с головой. На подбородке пена сделана мягче и реально напоминает подушку. Амбушюры здесь сделаны так же, как и в мексиканских Cleta Race. Они не сильно большие, но для защиты уха этого хватает. На затылке есть также небольшой слой пены. Но, как по мне, то здесь его маловато. И для затылка надо было бы сделать подушку побольше. Фиксируется этот шлем сверху на шнуровке для регулировки высоты. Сзади на липучке для регулировки ширины. И на подбородке кожаным ремешком. Хотя, как по мне, вот этот нижний ремешок особо никакой роли не играет. И им ничего так сильно не затянешь. Так что можно было бы его сюда и не вставлять. В итоге эксперимент у твинцов удался. И шлем получился с максимальной защитой. Если вам нужен шлем, который защищает и нос, и подбородок, то я вам его рекомендую. Если он вам понравился, то ссылка на него будет в описании под этим видео. Там можете посмотреть и цену, и выбрать себе по размеру. Если вам понравился видос, то подписались на канал, поставили лайк и оставайтесь с нами. FUA – тот самый магазин для спорта.